Ori and War Will of War Wasps это игра платформер от студии Mon Studios, известная как создатель небольших аркадных проектов с прекрасной драматической историей. Первая часть Ori and War Blind Forest стала неожиданным сюрпризом для игроманов. Эта небольшая милая приключенческая история завоевала сердца миллионов фанатов, несмотря на небольшой бюджет и довольно примитивный игровой процесс. Первая часть была просто, бесподобна. Кто не плакал в конце, тот не прошел ее до конца, или нагло врет. Тут даже Конор Макгрегор плакал в зуб даю. Во второй части сказочного игрового проекта сюжетная линия продолжится. Теперь главный герой покинет волшебный лес Нибель, ведь за его пределами его тоже ждут приключения. Да, и опять-таки нас ждет милый, красиво нарисованный и одновременно жестокий платформер с продуманной историей и интересной механикой. Как и в первой части, повествование идет не через диалоги, а скорее через эмоции персонажей, через их выражение лица и музыку, создавая тем самым уникальный стиль подачи истории, который нельзя встретить ни в одной другой игре. Геймплей же отчасти изменился, но никак не в худшую сторону. Игроку по-прежнему придется комбинировать различные функции и действия, преодолевать в процессе путешествия по локациям различные преграды, решать сложные головоломки и искать тайники. Кстати, тайников теперь стало в разы больше, как собственно и потайных ходов и альтернативных путей до цели. То есть теперь каждый уровень можно пройти разными способами и сам игровой процесс прохождения теперь растянут до невероятного. А вот механика прыжков, карабканье по отвесным скалам и раскачивание на канате сделано очень хорошо и легко. Но это не значит, что вас ждет расслабленная прогулка в красивом интерьере. Магический арсенал оружия станет разнообразнее. В игру поместили невероятное количество новых заклинаний и видов призрачного оружия. К примеру, появился хлыст, с помощью которого Ори может быстрее перемещаться и также возможность стрелить туннели, которые не было ранее. Боевая система претерпела небольшие корректировки и теперь сражения с противником стали интереснее. А еще в игре появилось больше персонажей, с которыми так или иначе вы будете контактировать. Например, это Нару, приемная мама Ори, совенок по имени Кура. Плюс по ходу путешествия вы будете спасать других персонажей и каждый вам будет рассказывать в диалогах о предназначении Ори и истории леса Нибель. Помимо качественного сюжета, игра предлагает прекрасную и современную графику, качественно прорисованные текстуры, которые точно понравятся любителям виртуальных миров. А также огромные бесшовные локации, красивые пейзажи, просторы, каких ранее не было в первой части, а плюс ко всему еще и злобные гигантские боссы. Все это наверняка не оставит вас без неповторимых ощущений. На этот раз история покажет всю жестокость и прелесть сказочной жизни, откроет тему философию, понимание жизни и откроет глаза на многие вещи. Ничего революционного вторая часть приключений Ори в игровой индустрии не принесла. Она лишь по некоторым характеристикам превысила показатели первой части. Но кому нужна революция, когда есть продуманный сюжет, запоминающиеся персонажи и мощная драма, которая разворачивается на протяжении всего прохождения. Когда остальные гоняются за открытым игровым миром и спецэффектами, то Moon Studios жаждет создать волнительную историю, которая покоряет сердца.